МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьёва Поединок. АПЛОДИСМЕНТЫ 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. В целях борьбы с ним комиссия ООН предложила признать социальной нормой гомосоциализм и легализовать проституцию. В России дискуссии об этом ведутся давно, ведь существование работниц платных интим-услуг никто не отрицает, а теневой оборот в одной Москве достигает 60 миллионов долларов в месяц. Рынок платной любви стал питательной средой для криминала, коррупции и работорговли. Наша страна вышла на передовые позиции поставок проституток за рубеж. Может, действительно пришла пора вывести жрицы любви из тени, признать их труд законом и начислять пенсию? Или это невозможно в силу традиции и нравственных устой? Проституция в России должна быть немедленно легализована. В противном случае она является зоной криминалитета, она является очагом распространения серьезнейшей венерологической эпидемиологии, и она является сферой бизнеса, уходящей от налогов. Легализация такого зла, как проституция, не решит никаких проблем, она создаст новые, она откроет ящик Пандоры, начнут распадаться семьи, мужья начнут уходить от своих жен, молодежь выберет для себя торговлю собой вместо того, чтобы идти работать. Мы не можем превратить эту землю в рай, но мы должны помешать превратиться ей в ад. На поединок вызывается президент Центра помощи женщинам, писатель Мария Арбатова. На поединок вызывается депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей дискуссии, звоните, присылайте сообщение на номер того из оппонентов, позицию которого поддерживаете. Итак, ваш поединок начинается. Мария, прошу вас. Для начала, для того, чтобы наша дискуссия выглядела социально грамотной, я хочу подчеркнуть, что за исключением форм ритуальной, храмовой проституции, которая существовала и существует в истории, вся остальная проституция не является только женской. Специалисты утверждают, что в секс-индустрии работает одинаковое количество мужчин и женщин в разных сегментах. Как повезет. Кто-то зарабатывает за свои услуги машину Бентли, кто-то тарелку супа, но тем не менее говорить о проституции как о деятельности ночных бабочек неграмотно. То есть еще и ночные мотыльки. Вот. Давайте отсюда пойдем. Значит, в свое время некоторая консервативная часть общества, такая избяная, внутренняя, исконная, пасконная, панически боялась легализации интим-магазинов. Помните? Они кричали те же самые глупости, сейчас распадутся семьи, сейчас весь бюджет семьи уйдет туда, в интим-магазины, все накупят себе надувных мужчин и женщин, и жизнь в стране остановится. Открыли интим-магазины. Я не видела ни разу, чтобы там туда была очередь. Более того, насколько я знаю, они сейчас прогорают. И стали торговать натуральным бельем, чтобы как-то поднять свой, значит, бизнес. И туда ходят в основном бабушки за натуральным бельем из натуральных материалов. Я думаю, что... Ну, конечно. Простой. Ну, конечно, есть логика в рассуждениях тех, кто выступает за легализацию проституции. Поскольку, действительно, ведь можно же зарабатывать на этом деньги, увеличить даже, может быть, пенсию. Ну, другое дело, что мы будем платить ценой судеб человеческих, ценой глубочайших человеческих травм. Мой уважаемый оппонент Мария Ивановна имела отношение к партии «Правое дело», по-моему, или «Союз правых сил». Я прошу прощения, если я путаю. «Союз правых сил». «Союз правых сил». Поэтому, наверное, вот этот пример будет корректен. Есть такой американский фильм «Красотка», там, Джулия Робертс, если я не ошибаюсь, играет. Так вот это сказка. Это сказка для тех девочек, которые сейчас, не поступив, приехав в Москву и не поступив в ВУЗ, они будут для себя делать выбор заниматься этим промыслом или пойти работать, или уехать назад к себе в деревню, в село, или остаться в Москве на работу. Так вот, мы обманываем людей, мы им говорим, это нормальная работа, это ненормальная работа, это трагедия, это трагедия, ведущая к распаду личности человека. Вы много знаете проституток? Я профессиональный, когда-то был гид-переводчик. Поэтому я, как говорится, проституток знаю, как практически коллег по работе я водил экскурсии. Экскурсии по Эрмитажу, да, я водил экскурсии по Эрмитажу и рассказывал о Петербурге днём, а вечером другая смена уже там по-другому общалась с интуристами. Я не видел ни одного счастливого человека. А знаете, сколько было самоубийств среди них? И их единственной задачей в жизни было закончиться тем делом выйти замуж за шведа или за американца и никогда больше не вспоминать об этом, как о страшном аде в своей жизни. Ну... Раз мы перешли на личности... Куприн Яма. Да. Как страшно жить. Раз мы перешли на личности, господин Милонов нагуглил в интернете, что я в 905 году имела отношение к Союзу правых сил. Я подумал к пролетариату и булыжнику. То есть если 905 год, то такая ассоциация. Жёсткая, да. Тоже есть список занятий господина Милонова. Я всё... Но, надеюсь, не меньшее отношение ко второй смене после Эрмитажа. Сейчас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Всё это время я пыталась понять, чем на наши налоги занимается этот человек, почему он стал вдруг известным, ну, при достаточно скромной политической деятельности. За время своего сидения в Питерской думе, значит, господин Милонов боролся с кальянами, с пропагандой гомосексуализма, с теорией Дарвина, которую он считает, нельзя преподавать в школах, потому что он точно уверен, что у человека создан Бог. Видимо, у него как-то специально он получил об этом информацию откуда-то. Он боролся с тем, чтобы Александру Сокурову не давали звание почётного гражданина Санкт-Петербурга. Он боролся с телеканалом МТВ. Он боролся... Каким телеканалом? МТВ. МТВ, да. Он боролся с консультативно-диагностическим центром для детей Ювента. Он боролся со спектаклем по опере Бриттона «Сон в летнюю ночь». При этом он ходил в футболках православия или смерть и требовал, чтобы гражданскими правами наделили эмбриона. Я хочу спросить, господин Милонов, в Санкт-Петербурге, в котором просто убито ЖКХ, в котором в прошлом только году погибло несколько человек от сосулек, больше нечем заняться, чем этой хренью, депутату. Ага. То есть такой удар в лоб. То есть проституцию мы уже разобрались и перешли к обсуждению личного дела комсомольца Милонов. Да, то есть такой вопрос. Знаете, я никогда не был комсомольцем. Нет, нет, но я просто к тому, как в советской классике. Мол, не рассказывайте нам про международное положение, ответьте. Да где вы были? Семь лет через девяти, да? А знаете, Марий Иванович, я же вам благодарен. Вот вы так немножечко ностальгию мне навеяли. Ну, безусловно, там кое-что, видимо, является интернет-шутками. Но, тем не менее, опуская этот факт, я могу сказать, что, знаете, мы в Петербурге всегда думали не только о том, чтобы вот сегодняшние проблемы решать вот непосредственно в лоб идти. Нет чем дело? У нас еще есть очень богатое наследство. И я думаю, что если через сто лет этим наследством будут пользоваться люди, которые по-русски не разговаривают, а наша страна будет называться на каком-то другом языке и даже написано другим шрифтом, возможно, вязью, то, наверное, грош нам цена. Мы обязаны работать в сфере ЖКХ. И знаете, как ни парадоксально, 90% нашей работы, они не вывешиваются в Гугле и не пишутся от них в средствах массовой информации, поскольку 90% наших инициатив, они рабочие, они направлены на людей. И так получилось, что жители Петербурга понимают, что кроме сегодняшней подачки, положняка некого, куска хлеба, им нужно еще чувствовать себя гражданами великого города, которые носят имя Святого Петра. Я понимаю, для вас, может быть, это не является ценностью, но, поверьте, я думаю не только о том, как будут жить сегодняшние люди. Кстати, я тоже пострадал от сосулек, и я до сих пор хромаю два года уже. Но я хочу вспомнить очень важную фразу Галины Васильевны Старовой. Букшиль, мы метят. Что? Так, прекратите немедленно об этом говорить оба. Я про Бога. Спасибо большое, Мария Ивановна. Конечно. Так вот, я вспоминаю слова Галины Васильевны Старовой. Кстати, я соглашусь с Успеном Милоновым, я-то тоже верю, что Человека Господь создал. Другой вопрос. И мне эта идея гораздо симпатичнее, чем поверить... Нет, я верю, что некоторые произошли от обезьяны. То есть в этом я тоже, к сожалению, в последнее время все больше и больше верю. А в школе-то что будем преподавать? Честно? Честно. Да я бы в школе русский язык и литературу преподавал. Нет, а вот с этой точки зрения... А у нас все больше физкультура до английских. Я хотел бы сказать... А с этой точки зрения теорию Дарвина, конечно, преподавать надо. Во-первых, потому что Дарвин потом, как известно, никогда не воспринимал ее как богоборческую. Мало этого, в конце жизни Дарвин вернулся в лоно церкви и был сильно удивлен, что его теорию используют как средство для борьбы с Богом. То есть развитие видов отнюдь не обозначает, что Господь это не заложил в программу развития. Там свои хитрые заморочения. Не знаю, это только, что... Уважаемые коллеги, я... Идет отсюда обогащенный. Простите, да, я... Дело-то в том, что мы как раз выступаем за то, чтобы не лишать людей другой версии. Пускай называть это версию. Мы говорим, если мы преподаем теорию Дарвина... Вы, к сожалению, не прочитали в гугле мою статью в защиту Дарвина, которую выпустил накануне 1 сентября. Но это не важно. Одумались. Не важно. Дарвина я тоже не прочитал, что... Понимаете, что я... Несчастный Дарвин, на самом деле, его учение сильно искажено. И то, что сейчас преподают нашим детям, это некие методические наработки... Слушайте, вы давайте больше про сосульки. Давайте больше, извините, про проституцию. Я так и не понял. Вы как-то начали с этой темы и тут же съехали в Дарвина и в сосульки. Безусловно, для нас, для людей, которые живут в России, поверьте, мы ни в коем случае не чувствуем себя верующей, лучше, чем неверующей. Мы все в ответственности за нашу страну. Так вот, для нас проституция является злом как явление. Но сами проститутки, вот вы, кстати, в своих статьях неоднократно указывали, что мы относимся к ним как к людям второго сорта, ни в коем случае. Сам Иисус Христос нам сказал, что проститутку нельзя осуждать. И он защитил проститутку от побивания камнями. Но он защитил человека. И он ей сказал, иди и впредь не греши. Вместе с тем он дал ей четкий нравственный посыл, что то, чем она занималась, это безнравственно. И я могу сказать, что проститутка перестала этим заниматься не потому, что вы ей предоставили бесплатный набор анкеточек или буклетов о том, как это нужно делать или не нужно. Она перестала этим заниматься, потому что она уверовала. Отсюда мы видим явный исторический четкий пример, что только нормальное духовно-нарсное просвещение позволит остановить эту проблему. Понимаете, проблемы с проституцией кроются не только в том, что ими управляют какие-то бароны и дельцы. Да, конечно, давайте легализуем, мы получим налоги. Но понимаете, в чем дело? Преступность никуда не денется. Те, кто сейчас эксплуатирует несчастных девочек, они станут официальными бизнесменами. И мало того, они смогут баллотироваться в Государственную Думу. Он будет респектабельный владелец бизнеса. А для кого мы будем создавать эти услуги? Кто будет ими пользоваться? А от этого хорошего отпросто. Кто будет пользоваться услугами? Значит, я думаю, что кто пользуется, тот и будет пользоваться этими услугами. Но господин Милонов очень мифологически представляет себе эту тему, да и Россия эту тему и все остальное. Края, только в теории, прошу прощения. Вопрос, я не знаю, я думаю, что вы начали как раз того, что близко, подробно и качественно изучали эту тему. Поэтому я вижу, что у вас, наверное, практические знания есть, а с теоретическими плохо. Давайте я вам дам теоретические знания. Значит, на самом деле, как бы проституция во всем мире явление изученное. В царской России она существовала с Екатерины. Павел заставил девушек одеваться в желтую одежду. Позже это было отменено. Но в России проститутки имели специальный желтый билет и дважды в неделю проходили медицинское освидетельствование. И только Владимир Владимирович Ленин предложил выслать их и расстрелять. И специальное отделение ГУЛАГа было создано для проституток. Потому что на самом деле общество надо структурировать, социализировать и лечить. Если вы, Божьим словом, уговорите всех не заниматься сексом за деньги, то это разве Бога. Это ваша проблема и будет замечательно. Но распадутся многие семьи. Не, ну представляете, жены олигархов, посмотрев на своих пузатых мужей, скажут, что значит не заниматься сексом за деньги? И что тогда жить вот с этим просто так? То есть от всего взять и отказаться, они же повернутся и уйдут. Может быть, представляете, сколько мы спасем олигархов от несчастных браков? Извините, а вы что считаете, что олигархи такие тупые и не понимают, почему с ними занимаются фотомодели любовью? Как они это называют? То есть вот олигарх наивен. И мало того, не одна даже, а мы знаем, что целый коршевельские экскурсии даже были организованы для некоторых олигархов. Для особо жадных, да? Поймите, мы же не говорим о том, что с каждой проституткой нужно говорить с точки зрения христианства. Мы говорим с точки зрения этики, с точки зрения того, что легализуя проституцию, мы тем самым прекращаем относиться к этому явлению как к злу. Но это же зло, это же неправильно. И теперь люди, которые стесняясь ходят в эти бордели, и не дай бог их кто-то увидит, что они туда зашли, перестанут этого стесняться. И как может папа рассказать своему сыну или дочке, где он был? Ведь он официально пошел в бордель, получил чек кассовый. Может быть даже... Пришел домой, отчитался. Абонемент купил. Значит, вот за вашим посылом стоит безмерное желание контролировать чужую сексуальность. Совершеннолетний человек сам вправе решать, заниматься ему за деньги или заниматься ему бесплатно сексом. Занимайтесь, пожалуйста. Можно я договорю? Конечно. Спасибо. Значит, но он, как гражданин России, имеет право делать это не в зоне криминала, где его там напоют и убьют, или ее. Я повторяю, что количество мужчин-проституток на этом рынке и гетеросексуальных, и гомосексуальных точно такой же, как... Слушайте, дайте валидола, а то человеку плохо, да? Потому что сейчас большую роль играют пробирки. Некоторые известные граждане так любят пробирки, что рожают только благодаря им. Ну, на самом деле, это уже разговор о репродуктивном здоровье. Нет, нет, не о репродуктивном здоровье, речь о мужчинах, а не о женщинах. Мужчина полюбил только пробирку, и она ему родила детей. То есть он купил, на самом деле. Конечно, купил. Он купил. Вот эта фраза имеет право, меня сильно удивляет, имеет право лишить ребенка матери. То есть имеет право плодить детей, у которых никогда не будет матери. Слушайте, я вам хочу напомнить на минуточку, что в стране, которая называется Россия, в которой мы все трое живем, ровно половина детей растет в неполных семьях с одними матерями, и никто не рыдает по этому поводу. Но с матерями. Ну и что? А вы хотите сказать, что папа не может быть нормальным родителем? Нет, я хочу сказать о другом. Я хочу сказать, что когда ребенок вырастет, спросят, то есть у меня даже никогда не было мамы. И что? А как он будет относиться к другим женщинам? Марио Иванович, многое. Когда он вырастет, как он будет относиться к женщине? Но вернемся к проституции. Он будет пользоваться к женщине, не как Александр Сергеевич Пушкин относился к женщине. Понимаете? А как к ней в страховой компании. Вот не дай Бог, чтобы ребенок относился к женщине, как Александр Сергеевич. Так вот, Александр Сергеевич Пушкин был вольных нравов, вам это известно, лучше, чем мне, безусловно. Видя даму, бил ногой, а как конь. Да, но при этом он писал прекрасные стихи. А тут не нужно писать стихи. Заплатил, получил и ушел. И какой сакральный сосуд после этого будет представить из себя женщина? Какой объект вожделения, какие поэмы можно будет сочнять? Да ничего не надо. Заплатил, отслюнявил и вытерся об нее. Я не знаю, как отвечать на этот вообще бессмысленный совершенно набор слов, потому что, а какой сакральный предмет представляет собой мужчина в этой ситуации? Мы с вами договорились о том, что проституция двупола, и люди, которые хотят ей пользоваться, имеют право не продолжать цепочку эпидемиологии, имеют право не быть убитыми, не быть напойными клофелином. Общество имеет право видеть, что проституция отделена от притона и от криминогена. О чем вы хотите сказать? О том, что вы завтра махнете волшебной палочкой и проституция исчезнет? Нет. Не существует ни одной страны, ни одного тоталитарного режима, ни одного исламского режима, в котором бы не было проституции. Просто существуют ее разные формы. Поэтому давайте договариваться о том, как жить в цивилизованном обществе, о том, как нам всем, независимо от того, являемся мы или не являемся потребителями платных секс-услуг, защититься от того, что у нас скорость распространения гепатита С самой высокой в мире, практически как в африканских странах. О том, что у нас ВИЧ-инфицирован, раньше был каждый сотый, но это только каждый зарегистрированный. О том, что у нас венерология скачет по полям, по лесам, по стаканам. Мы приходим в ресторан, и мы не знаем, чего нам от этого ожидать. Я вам потом дам хороший рецепт, как не заразиться с ПИДом. Что-то как-то у нас... Нет, нет, мне просто интересно только одно понять. Так проституцию надо легализовать или нет? Конечно. Да? Да. Точно? А еще народ наркотики курит. На всякий случай тоже может легализовать, чтобы собрать? Так это либеральная идея, к сожалению. Я не вижу связи между обсуждаемыми предметами. Их нету. И то и другой порог, я к этому. Это вы решили, что это порог? Ну, конечно, не я, господин Милонов. Если для господина Милонова порог, его никто насильно не тащит в публичный дом. Но если его сын или дочь захочет пойти туда, то его сын и его дочь должны быть защищены от того, что им там... А то же самое не относится? Я просто, это же логика не относится к наркотикам, например? На мой взгляд, нет. Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Первый раунд завершен. А я поговорю с нашим третейским судебным. Маша, молодец. Ну что, ты как-то вяла. Вяла, потому что он по ЖКХ в основном говорит. Маша, ты... Так это я ЖКХ в основном. Надо акценты, важные акценты определить. Во-первых, это отдельные публичные дома. Это как раз вывод проституции из-под тех криминальных клиентов, которые получают львиную долю. Это крышевание правоохранительными органами. Хорошо, давайте создадим полицию нравов. Пусть она будет и контролирует налоги, чтобы полицейские не крышевали этот бизнес, чтобы девчонки были и мальчишки защищены, чтобы человек пришел, получил эту услугу. Будут говорить о лекализации педофилии. Почему не вступать, допустим, в брак, точнее, в связи с детьми, которым 14 лет? А таких много. В Голландии целая демонстрация порой проходит. Да, ну, она сначала начала живо, а потом... Мария Ивановна. Да, Мария Ивановна. Потом, вроде, как вы, некоторыми моментами... Нет, меня не нахвалить. Мы здесь для того, чтобы вы меня ругали, что я делаю не так. В данном случае вам просто надо быть более, более, то есть... Нет, ежемесячная диспансеризация. У вас постоянно не юниорическое, а не других? Конечно. Потом детей никто не будет рожать, вернее, бросать в роддомах, которых они рожают. Это не они, не они рожают. Понимаешь, сколько проституток страдает от насилия. Одну девчонку снимает какой-то там бой, да, а приезжает, привозит ее, а там в этой квартире 5-10 самцов. Они начинают рвать на все части. Создали публичные дома, вывели их за пределы Садового кольца, пожалуйста, езжайте. Он говорит о том, что семья будут распадаться. Нифига подобного. Семья будут распадаться как раз. О завтрашнем дне, в первошнем году, о том, что будет через год. И тем более мы обращаемся к тем, кто думает, что будет с нашей страной, когда нас уже не будет. Замечательно. И потом, опять же, делать больше акцент на этику, потому что многие не понимают, что такое этика как таковая. Это действительно раздел философии, предполагающий практические применения уже в жизни. И об этом люди забывают. А что такое нравственность, вообще в многих отсутствует понятие. Поэтому больше об этике и действительно о семье. Если есть семья, это целостность. Сегодня наш третейский судья, доктор социологических наук, заведующий сектором Института социологии Российской Академии Наук Андрей Андреевич Возьмитель. Андрей Андреевич, я что-то слушал долго внимательно и не понял, так пристутся это хорошо или плохо? Ну, дело в том, что те аргументы, которые приводили в обе стороны, хорошо, что они приводили эти аргументы в такой цивилизованной форме, что бывает не всегда на вашей передаче. Но, тем не менее, аргументы эти имеют свою логику. Они во многом обоснованы. Ну, например, легализация проституции, она осуществлена в целом ряде стран, мы это знаем, и имела тоже положительный эффект. Но будет ли она иметь положительный эффект в России, я думаю, нет. Потому что, вот как и реформы, которые осуществлялись, как будто России не было, и как будто русского народа не было, и к чему они привели, мы знаем, так сказать, к развалу промышленности, культуры, морали, нравственности и так далее. — Собственно, вот эта вот передача, это тоже говорит об этом, что мы ставим такие очень важные вопросы, которые раньше просто перед нами не стояли, скажем, в советском обществе. И проблема состоит в том, что у нас мало говорится о том, какие функции действительно сегодня, социальные функции выполняет проституция в современном российском обществе. А она их выполняет. — Это какие? — Вполне определенные. — Ну, вы знаете, вот либералы очень много говорили и говорят о том, что у нас нет идеологии. На самом деле, святое место пусто не бывает, и российская ситуация тому наглядный пример. Идеология есть. Уже в течение 20 лет у нас насаждается идеология продажности. То есть, все продается, дело только в цене. И, кстати говоря, эта идеология пустила корни, поскольку примерно 40% опрошенных россиян примерно говорят, что это именно так в нашем сегодняшнем российском обществе. И проституция — это практическое воплощение этой идеологии, реализации, идеологии продажности. — То есть, получается, легализация проституции — это закрепление морального падения общества. — Не просто падение, это и не просто греха падения, моральное разложение полного, моральное разложение общества. — Продолжайте голосовать, сразу после рекламы послушаем экспертов. — Мы продолжаем, и в программу вступают наши гости, у которых есть вопросы к участникам. Прошу. — Владимир Хомяков, сопредседатель движения «Народный собор». — Мария Ивановна, вот когда я слушал вашу аргументацию, мне почему-то всегда вот на ум приходило, что дорога в ад выложена благими намерениями. Намерения ваши, безусловно, благие, но это мы, взрослые люди, мы понимаем, что речь здесь идёт не о легализации торговлей пирожками в подземных переходах, а о чём-то принципиально другом, которое принципиально повлияет на, скажем так, уровень общественного сознания, на уровень допустимого-недопустимого. Вот тот самый бесискуситель, он никогда не говорит никому «пойдём в ад». Он говорит «давай вот, ну ты же грешный человек тоже, давай вот это вот признаем, что это так, будем толерантнее относиться к этому греху». — Либо он говорит «хочешь погреть косточки? Пойдём со мной». — Да, потом «ну давай, а теперь давай мы его легализуем, пусть каждый сам выбирает, надо ему это или не надо, ну давай». Ну и понеслось, не успел оглянуться, а от вокруг него, да? Вот, так вот я о чём говорю. Дело в том, что поскольку в нашем обществе, вот мы уже дошли до такого состояния общества, когда у нас нет нерелигиозных ограничений, типа соблюдения там десяти заповедей, у нас нету даже ограничений идеологических в плане морального кодекса строителя коммунизма. Единственное ограничение осталось – закон. И вы предлагаете сегодня этот закон, чтобы закон перестал быть ограничением для развития проституции. То есть признать это нормальным делом, да, при котором, значит, человек работал, там, не знаю, два года проституткой, три года в офисе, потом был директором, там, не знаю, конторы какой-то. И это считалось нормой, это считалось нормально, чтобы, значит, кардинально изменилось отношение к женщине, и скажем, человек женился на проституции. Я боюсь себе представить, как будет выглядеть резюме в части знаний, умений, навыков. Прекрасно, да. Да, да, ну, возможно, каким-то мужьям это понравится, такую жену иметь. В крайнем случае, можно в аренду отдать, там, вспомнить прошлое. Вопрос в чём? А вопрос в следующем. Скажите, как далеко вы готовы зайти по этому пути, выложенным благими намерениями? У нас же ещё масса вещей, которые имеют место быть, которые можно легализовать. Ну, например, коррупцию можно легализовать, пусть платят налоги, да, разрешить. Ну, плохое, но есть. Есть наркотики, давайте мы наркотики, пусть наркотиками торгует государство, снабжая их чистыми шприцами, пусть платят налоги, пусть получают больничные, как, они же больные люди, пусть получают больничные за счёт государства. Ну, я не знаю, есть ещё масса вещей, которые хотелось бы легализовать. Ну, даже киллеру можно выдавать, в принципе, лицензию, как на отстрел лося охотника. Хотелось бы кому? Вам хотелось бы? Нет, скажите, вот как далеко вы готовы зайти, начав идти по этому пути? Потому что совершенно ясно, что вещь одного порядка. Это легализация недопустимого. Значит, я не знаю, как далеко хотите зайти вы. Мы сегодня... Я хочу не идти по этому пути вообще. Можно я? Мы сегодня, сосредоточьтесь, обсуждаем легализацию проституции. Я услышала, что вами движет колоссальная тревожность и высокий страх от того, что если проституция будет легализована, все туда побегут. Вы туда сразу же побежите? Скажите мне. Я об этом не говорил. Не перевернуйтесь. Нет, стоп, я вас спрашиваю. Вы сразу же побежите от того, что будет табличка, будут медицинские освидетельствования и будут чеки через... Будут в школе говорить детям. Дети, проституция это нормально. Я вас спрашиваю. Это хорошая работа, честное зарабатывание денег. Ау, я задала конкретный вопрос. Вас... Ну, я-то не побегу. Отлично. А вот... Дело не в том, что кто побежит. Спасибо большое. А насколько общество будет к этому относиться? Значит, я услышала... Назад уже не отыграешь. Тихо-тихо. Я услышала ваш ответ. Значит, я хочу вам сказать, что вы не побежите. И не надо так не уважать свой народ, считая, что он побежит, что он глупее лично вас. То есть проституки разорятся и умрут, как только перейдут на легальные положения? Нет. Я не думаю, что они разорятся и умрут. А я-то смотрю, что это кто-то рыдает вдоль трасс в ожидании дальнобойщиков. Хотя я тоже... Видно, вдовы. Хотя я тоже... Я тоже хотела бы, чтобы они разорились и перешли на другой вид деятельности. Но я отношусь к обществу по-взрослому. Я хочу, уважаемый господин, извините, я не запомнил вашу фамилию и ваше звание высокое, значит, объяснить, как устроена легализованная проституция. Вот лет 10 тому назад я была в Германии на конференции по правам женщин, и мне показали и рассказали. Значит, в Германии проституция легализованная означает, что есть сегмент публичных домов, где строжайший контроль за медицинской составляющей. И чем на самом деле отличается вот это, запомните, пожалуйста, все, легализованное от нелегализованной. При легализованной проституции проститутка, если клиент отказывается надевать презерватив, звонит в полицию и говорит, что он нарушает ее право на здоровье. И полицейский приезжает и помогает надеть? Эту сторону жизни на нашей конференции не освещали. Продолжаю свою короткую мысль. Значит, есть еще сегмент проституток, которые стоят на дороге в Германии, напоминаю. Сосредоточьтесь, не печальтесь. Где легализована проституция. Значит, вот эти девушки, которые стоят на дороге... Вы не отвечаете на мой вопрос, вы говорите, о чем вам приятно. Успокойтесь, пожалуйста, я вам рассказываю. Я повышаю ваш уровень представления о проблеме. Вы получили на мой вопрос ответили. Я отвечаю на ваш вопрос. Значит, девушки, которые стоят на шоссе, они имеют специальные такие пункты помощи, где им помогают медицинские, юридические. С ними работают психологи и помогают им решить проблемы психологические, а не финансовые, которые их загнали на панель. Поэтому для всех людей, которые говорят о проституции вообще и не прочитали об этом ни одной книжке специалистов, я рассказываю, что мотивация финансовая в проституции стоит только на третьем месте. На первом месте стоят психоэмоциональные травмы, которые связаны с тем, что у человека сбит механизм избирательности. На втором месте стоит подсаживание на определенный образ жизни с высоким уровнем стресса. И только на третьем месте стоит финансовая составляющая. И то, как правило, они... То есть это, получается, не бедные жертвы, которые, чтобы не умереть с голода, вышли на панель. Нет, конечно. То есть это женщины, которым это нравится. Безусловно. И мужчины. И мужчины, которым это нравится. Я же спрашивал не об этом. То есть это воплощение греха. О чем говорит господин Хомяков. И он говорит об этом. То есть как далеко мы готовы идти по пути легализации греха. Вот об этом... Наркотики будем легализовывать. Еще раз я говорю... Коррупцию будем? Вопрос. Значит, я нахожусь не в приходе, где проповедует этот господин. Я не православная, я буддистка. У меня свой гражданин-начальник. Я с ним выясняю вопрос. И слово грех оставьте дома. Мы здесь сегодня разговариваем... Хорошо, порок. ...о социализации общества. Значит, пороком является, когда люди лезут в сексуальную жизнь совершенно летних людей. Вот это порок. Понятно. Потому что контролируют чужую сексуальность только люди, у которых очень плохо собственные. Которые не решили свои собственные сексуальные проблемы. Овация, пожалуйста. Вот так, да? Но, с другой стороны, могу... Как в качестве поддержки вашей аргументации сказать, что все тоталитарные режимы начинают с того, что контролируют интимную сторону жизни людей. Нет ни одного тоталитарного режима, который от этого бы отказался. Пожалуйста. Я не думаю, что здесь происходит контроль. Надо представить. Александр Тессер, психотерапевт-сексолог. Спасибо за признание меня экспертом в этой отрасли. Господин Милонов, что бы я хотел вам сказать. На самом деле, проституция – это не проблема, это явление, причём давнее явление. А в этой проблеме есть две стороны. Первая сторона – это люди, которые, в общем-то, находятся в сексуальном рабстве и абсолютно не защищены, с одной стороны. А с другой стороны – это люди, которые не имеют возможности по разным причинам вести нормальную сексуальную жизнь. Или какие-то проблемы в семье, так что и мужчины, и женщины пользуются услугами добровольцев. Или это инвалиды, или это люди, у которых поломаны по определённым причинам социальные связи. Кстати, в Европе, в общем-то, медицина социальная даже оплачивает секс-услуги проституток для инвалидов. Потому что они должны чувствовать действительно безбарьерную следу, они достаточно прав и медленно для того, чтобы быть людьми. Так вот, господин Милонов, к вам вопрос. Как вы считаете, что с тех пор, как вы ушли из отрасли, проституция в этом мире исчезла? И госпожа Арбатова просто решила возродить проституцию? Или просто она борется за права людей, которые в этой индустрии, кстати, трудятся и очень тяжело трудятся? Вы знаете об этом, вы нам рассказывали. И нужно это пустить действительно в легальное русло, чтобы был медицинский аспект учтён, чтобы криминальный аспект был учтён. Как вы думаете, ваша непоборимая такая позиция, она не идёт на руку теневому бизнесу в этой сфере? Вы тоже не поняли вопрос? Нет, если не поняли, то нас двое, кто его не понял вопрос. Ну, я попытаюсь ответить в том же векторе, который вы мне задали, будем так говорить, вопросный вектор. Ну, что касается легализации преступности, я бы так совместил эти термины. То легализация проституции ни в коем случае не лишает эту сферу. Я вас прошу, не передёргивайте, отвечайте на вопрос. Я про преступность вас не спрашивал. Да, вы сказали, что теневой бизнес и так далее. Про наркотики я тоже вас не спрашиваю. А я ещё про них не стал говорить, кстати. Спасибо. Да, пожалуйста, конечно. Так вот, знаете, в чем дело? Я вообще, в принципе, с уважением отношусь к психологам. И считаю, что самый лучший психолог, самый лучший результат деятельности психолога – это отсутствие потребности в этом психологе. Но, тем не менее, я хочу сказать, что если мы легализуем проституцию, то произойдёт неизменимое… Мы или государство? Давайте дадим ответить. Общество. Общество. Если мы признаём, что это постыдное явление, это явление, которое нельзя назвать хорошим бизнесом, и я уверен, Мария Ивановна, что вы тоже не считаете, что эта профессия хорошая, вот мы тем самым открываем новый путь развития нашей страны. Давайте, сейчас, вы знаете, вот сети быстрого питания предлагают работу, 28 тысяч, полная занятость и так далее. Ну, давайте, будет новый вид работы. А мы хотим, чтобы наши дети и выбрали этот вид работы. Я, как отец дочки и сына, не хочу им этого. Я не хочу, уважаемая Мария Ивановна, вас, во всех присутствующих здесь женщин, видеть товар. Я никогда не допущу, чтобы женщина являлась товаром. Мы говорим, естественно, применительно, в принципе, к женщинам. И я не товар, и вы не товар. А вы ещё и про мужчин говорили. Мария Ивановна, антикварный магазин ещё никто не отменял. Прекратите. Мария Ивановна. Хотя, я тут как раз говорил на тему антиквара, мне сказали, вы, Владимир Рудольевич, пока ещё винтаж. Вот после 50-ти это антиквариат, до 50-ти, от 30-ти это винтаж. Так вот, я хочу сказать... Так вот, магазины винтажные, антикварные. Я хочу сказать, что... Нет, просто речь господина Милонова, она не очень, как вам сказать, физически выстрелена. Нет, 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 по-моему, она эгоистична. Уважаемая Мария Ивановна, она глубоко эгоистичная. Понимаете, в чем дело? Я не хочу для своей дочери, я не хочу для дочерей России. Да вы будьте хорошим родителем. Этой судьбы, понимаете? Разные бывают случаи. Вот завтра какой-нибудь киллер меня грохнет, и моя семья останется без средств существования, потому что у меня двое малолетних детей и жена одна. Вы хотите предложить ей этот путь работы? То есть вы не заложили в них никаких нравственных устоев? Опять-таки, вы говорите о разных вещах. И главное, сейчас время отвечать господину Милонову на вопросы. Нет, ну он про товар. Дети, тем более женщины, сыновья России, это не товар. Понимаете, в чем дело? Вы хотите перейти в некий очень опасный Рубикон. Дело в том, что кто будет потребителем этих услуг? Я слышал очень часто эти доводы про инвалидов. Знаете, здесь очень сложно спорить, очень сложно, глядя в глаза инвалиду, который сидит в инвалидном кресле, и у него нет возможности. А дайте ему право выбрать. Так вот, я говорю, что мне психологически и морально очень сложно ему сказать, что этого нельзя делать. Но давайте будем честны сами с собой. У вас часто инвалиды спрашивают, можно это делать или нет? Инвалиды, это меньше доли процента. А мы говорим о том, что нашими женщинами, нашими дочерьми, знаете, кто будет пользоваться? А мужчинами опять женщинами. Хорошо, и мужчинами. Мужчиней надо воспитывать, больше ничего. Будет кто пользоваться? Будут пользоваться нелегальные иммигранты, которые всегда приезжают со своим темпераментом, и у них нет с собой женщин. И они будут использовать наших жен, наших дочерей абсолютно официально. Понятно. Андрей Житинкин, режиссер. Я немножко... Да, спасибо. В сферу искусства, потому что Маша прекрасно понимает, насколько это опасная история. Почему? Потому что, вы помните, когда вышел фильм замечательного Петра Тодоровского «Интердевочка», сколько девочек увидели вот этот прикид, этот макияж, и стали подражать блистательной актрисе Лене Яковлевой. И легализация, знаете, что может сделать странную? Она ещё больше привлечёт внимание. Потому что всё-таки наша страна, ведь высокий уровень проституции, как раз говорит о неблагополучии страны, к сожалению. Вот наша страна, вот я часто езжу на гастроли, выезжаешь из Москвы, получая, скажем, женщину, которой не на что кормить ребёнка, она, если будет легально, она пойдёт легально этим заниматься, потому что, ну что, 5-6 тысяч рублей она получает, а у неё, допустим, больной папа или мама, лекарство стоит 25 тысяч, и ради папы и мамы она пойдёт в бордель и будет чувствовать себя действительно спасительницей. Вот что опасно. Они получат в этом смысле как бы легальное, моральное обоснование очень многих-многих-многих вещей. Если бы это была другая страна, вот вы замечательно говорили о стране, в которой действительно легализовано, потому что много в чего хорошего, и там действительно уровень жизни другой, и так далее, и так далее. И ещё есть один момент. У меня очень простой сейчас вопрос, я поймёте, к чему приду. В моём спектакле «Сатиры», кстати, «Homo erectus», там есть проститутка с Ленинградки, молоденькая такая, Кси. Её спрашивают, а почему, зачем, тебе деньги нужны? Вот вы правильно сказали. Иногда нет. Она говорит, нет, адреналин. И посмотрите, какое количество молодых людей может там оказаться. Вот не окажутся ли в борделе наши все детские дома? Потому что вы понимаете, что с ними будет, они совсем не защищены, и они даже их не научили работать. Поэтому вот этот мой вопрос вам. Вот у меня такое ощущение, что всё, что я говорила, я говорила куда-то там в облако, да? Значит, вот наши детские дома сегодня как раз и оказываются в борделях, но незащищёнными, попадая в рабство, умирая от СПИДа и так далее. Вопрос в чём? Вы сказали, что наша страна неблагополучная, потому что у неё огромная проституция. Чем больше денег, тем больше проституции в стране, как пишут люди, исследующие этот вопрос. И сегодня мы говорим о чём? От того, что, господин Милонов будет пиариться, или там ещё какие-то господа с крестами, от этого не уменьшится количество проституции. Оно просто уйдёт вниз, оно уйдёт в тень, ещё больше криминализуется, ещё больше несовершеннолетних детей будет в неё вовлечено. Вы все вместе, даже взявшись за руки и даже потратив, не знаю, все деньги РПЦ на это, ничего не сделаете. Но вы будете загонять эту беду в подполье, вы будете не давать людям нормально заниматься своей профессией. Вы будете считать трупы этих бедных девчонок. Я всем очень рекомендую, есть такая книга, я писала к ней предисловие «Купи меня нежно». Её написала девочка, которая очень долго работала в проституции. В ней описаны все ужасы. Прочитав её, человек понимает, что единственный путь – это легализация, это выведение на белый свет. Вы хотите всё это оставить там, внизу, такой пчин, что вам всем платит проститутская мафия. Вы все получаете процент от закрытых публичных домов, и поэтому вам выгодно не выводить это. Пардон, извините, достаточно того, что наша милиция крышует это всё. Когда к этому присоединяются деятели культуры, очень стыдно. У нас год как полиция уже. Да, то есть, получается, будет потом звание заслуженной проституткой республики, народной проституткой республики. Орден за заслуги перед Отечеством вручается почётной проститутке с 40-летним стажем. То есть, если мы это делаем, обычные профессии. Я правильно это понимаю? То есть, если мы легализуем, это становится в списке профессий обычных. А у нас в обычных профессиях есть заслуженные. У нас что, Милонов – заслуженный депутат? А я – заслуженный писатель? У нас есть заслуженные деятели искусства. Искусство. Если дома признать проституцию искусством, И господин Милонов возьмет на себя экспертные задачи. Ну, по крайней мере, я думаю, что некоторые скажут так. Не знаю, искусства ли нет, но бывают такие искусницы. Наверное. Вам лучше знать. Знаете, Марья Ивановна, по нынешним временам лучше не заслуженные, но точно, чтобы не заслуженные. Это да. Засудить у нас можно любого. Светлана Врагова, художественный руководитель театра «Модерн», народная артистка России, режиссер. Понимаете, это такой сложнейший вопрос. Это такая сладкая клубничная тема. И можно об этом говорить с разных, посмотреть на это с разных точек зрения. И каждая точка зрения будет правомерна. Но это зло, это понятно. Это несчастье, это тоже понятно. Понимаете, когда мы выросли в нашей стране, которая была закрыта от всего этого, были пионерками, комсомольцами, двигались куда-то к коммунизму, защищали негров, боролись с куклу с кланом в раннем детстве. В России это удобно делать. Да. Мы чувствовали себя... Тысяча километров. Да, 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 да. И женщины тогда, ну слово проститутка вообще как бы дано, оно не употреблялось. Я вообще не знала, что это за слово, честно говоря, долго. А коммунальная кухня, кстати, очень часто употреблялась. Не надо, не... Это, может, вы у нас... Не надо. Не надо. Мы жили, смотря какая, мы жили в центре, там были старушки из 19 века, и были коммунальные квартиры из дворян. Не надо. Понимаете, по-разному, кто где рос. Но в какую-то минуту всё рухнуло и погибло. И нравственная шкала упала ниже плинтуса. Понимаете, сегодня. Вот одна передача, я вообще восторгаюсь вашей передачей, Владимир, и вы сказали, наконец, о высокой культуре. А пропону хорошо бы сделать такую передачу, понимаете? О том, что неэффективные гуманитарные вузы. Я подскочила даже от счастья, наконец-то, кто, понимаете, вы сказали. Так вот я хочу сказать, слово культура сегодня не звучит. Понимаете, дело в том, что куда им деваться, когда их чуть не выбросили из окна, выкинули в коробку, в сугроб, когда никто никому не нужен, и когда женщина-товар сегодня, всё эффективно, что продаётся. И мужчина. Понятно, и мужчина-товар. Вот в этом страшном времени, в котором мы живём, ещё Пушкин говорил, и милость к падшим призывал. Понимаете? Если говорить о проститутках, которую Рафаэль выкупил нехорошую девочку, дочку, булочника, которая спала с мясником, и потом нарисовал Сикстинскую Мадонну, она модель. Понимаете, Сикстинской Мадонны. И где грех, и где Бог, никогда никто не знает. На самом дне он, может быть, лежит. Если говорить о Боге. Там, в яме, они высоко, и с трибуны Государственной Думы об этом говорить. Поэтому, говоря о Марии, которую я знаю давно, очень её люблю, за её очень талантливую драматургию, скажем так. Мы с ней знакомы как режиссёр и драматург. Она потом стала политическим дедем, но основное её занятие – драматургия и литература. Понимаете, когда я вижу этих девочек в коротких юбочках, стоящих и трясущихся, и греющихся в автобусах, потом их всех пересчитывает, какой-нибудь мерзавец, понимаете, вообще проституцию придумали мужчины. Это если бы их не было потребности в этом мире, то они же полигамы, то не было бы проституции, если говорить в веках. Не поняла. В веках. Будем говорить о веках. Так вот, когда я это вижу... Святые женщины святые, я так поняла. Мы не будем трогать пока это. Это следующая тема. Это мы следующая тема. Подожди. Мы сейчас бы говорим о вот этом секторе. Так вот, понимаете, правильно, есть такое белое кольцо в Германии, которое вот так же сродни сопротивлению, где Оля Костина сейчас, а я учредитель этого, мы с ней придумали это дело, она инициатор, а я поддержала, как учредитель. Вот защита жертв, понимаете, есть. Есть белое кольцо в Германии. И у них есть врачи, которые ходят целый день с трубками, телефон, телефон, и можно позвонить хоть два часа ночи врачу, она откликнется, если ее избили проститутку, если ей нанесли побои, она ее будет освободить. Где место, где мы можем это защитить, потому что зло, загнанное в подполье, самое страшное зло. Вот этот вопрос, скажите, пожалуйста, можно я могу говорить об этом долго, потому что огромная тема, тема культуры, тема гуманитарная, тема, так сказать, творческая. Мы затронули ряд пластов, которые я в третьем раунде обязательно разовью, потому что подача большая. Да, 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 но я, так сказать, вот вопрос задаю. Скажите, пожалуйста, вот главное ваше занятие, ваше, не сосульки сбивать, милость к падшим призывать и умягчать нравы. Как вы, сочувствуем у вас в отношении вот этих несчастных? Хорошо. Вы практически процитировали Евангелие. Дело в том, что у нас, ну вот у тех, кого Мария Ивановна называет с крестами из РПЦ, там или рядом с РПЦ без крестов, у нас есть одна инструкция. Мы не будем использовать церковную риторику, у нас есть инструкция. Если ты видишь проститутку... Кто дал инструкцию? Мария Ивановна, у нас руководитель нашей организации... Перевожу, Бог. Иисус Христос, да. Ну, так бы сказать. Он нам дал инструкцию. Своим примером, когда хотели законники, умные, государственные, политические деятели, возможно, даже они считали себя депутатами, хотели забить камнями эту проститутку. И знаете, что он сделал? Он в пыли написал все грехи, которые были у еврейского народа. Этот, ударил отца, этот содомский грех совершил. И он написал на пыли для того, чтобы показать, что эти грехи они присущи всем. И он сказал, кто из вас первый без греха? Пусть первый бросит в нее камень. Никогда в жизни ни один человек, который выступает против легализации проституции, не будет осуждать проститутку. Это глубоко несчастный человек. Но мы знаем, что он несчастен, он может покончить жизнь самоубийством. И что мы предлагаем? Службу помощи? Нет. Почему? Мы предлагаем другое. Это не грех, это норма. Пройдите свободная касса. Вот что мы говорим. Мы начинаем отучать общество, воспринимать и идентифицировать зло. Зло и порог. Это наши инстинкты самосохранения, заложенные Богом, Дарвином, Гавадгитой, Буддой, неважно кого. На мой вопрос. Вам вопрос задали. Где? Зло, загнанное в подполье. Где помощь? Самое страшное. Как помогать будем? Каким образом? Врачами. Врачами. Как будем, так сказать, от убийства их защищать? Психологами. От торговли их защищать? Полиции. Как будем защищать несчастных детей, которые встали на панель? Женщин, как будет? Это ведь никакая женщина не хочет быть проститутой. Извините, во-первых, Мария Ивановна говорила иное. До этого цитирую исследование, что оказывается, некоторые женщины как раз хотят работать проститутой. И мужчины, и как раз это первые две мотивации. Поэтому вы потом между собой решите. Но ответы были даны. То есть были даны ответы и лечить, и помогать. Так что здесь господин Иванович ответил на этот вопрос. И милость падшим... Извините, как, если это в тени? Как вы будете лечить и помогать? А как лечить наркомана, если это в тени? Как наркомания не в тени? Я в конце первого раунда сразу спросил по поводу наркомании, потому что понимал, что доводы будут абсолютно такими же. Это, кстати, государство по поводу легальной торговли водкой, которая, на мой взгляд, такой же наркотик. Да, пожалуйста. Константин Бендес, епископ Российского Союза Христиан Веры Евангельской, президент общественного движения «Будущее без гомосексуализма». Уважаемая госпожа Арбатова, ну, на самом деле, вы сегодня профессионально уклоняетесь от всех вопросов и не ответили прямо и конкретно практически ни на один. Я позволю себе немного повториться, акцентировать вопрос, который уже прозвучал, но прежде я хочу заметить, на самом деле, параллельно с любой узаконенной деятельностью есть еще и индустрия ее рекламы и продвижения. И если то, о чем вы ратуете так пламенно, причем не первый год, будет узаконено, то появится и расширится огромная индустрия. Уже сегодня есть целые анимационные, мультипликационные сериалы, рассчитанные, вот, допустим, сериал «Стреперелла», рассчитан на девочек, подростков в возрасте от 10 до 17 лет, которые пропагандируют проституцию и практически навязывают ее вот для этого неукрепленного сознания. Вы сейчас о чем говорите? Да я вам назову пару российских каналов. Вы включите, там программы однозначно пропагандирующие проституцию. Я говорю о мультипликационном сериале. Да, они правда это называют, что кто-то строит любовь, кто-то отдыхает в Мексике. Совершенно верно. Но по сути это прямая пропаганда проституции. И это тоже транслируется по российским каналам. Я просто в вашей передаче не называю эти конкретные каналы. С некоторыми мне доводилось судиться и выступать в качестве эксперта. И это безусловно будет целиться прежде всего в подрастающее поколение, которые воспитаны на этих вещах, которые, кстати, я не знаю, вы сами заметили или нет, вы их назвали несколько минут назад безнравственными. Кого? Проституцию как явление вы назвали безнравственной, говоря господину Милону. А Мария Ивановна и не говорит, что она за проституцию. Мария Ивановна говорит, что она о другом. За легализацию. За легализацию безнравственных вещей, деяний. Да, вот это корректно. То есть, да, вот мы корректно утвердили. Теперь вопрос. В разные периоды своей жизни и творчества вы выступали за эвтаназию, вы выступали и продолжаете за... Никогда в жизни. Никогда в жизни плохо готовились. Гомосексуализм и прочие вещи с этим связаны. Сегодня проституция. И вот вопрос. Как вы полагаете, если все это в нашем Отечестве станет законным, доступным, рекламируемым, во что превратится наше Отечество? И еще раз повторяю предыдущий вопрос и прошу, требую, чтобы вы ответили. Что же следующее там? Зоофилия, некрофилия, педофилия. Какие моменты? Потому что некоторые государства Европы уже делают шаги в этом направлении. Я жду ваш ответ. Спасибо. Ну, для начала скажите мне, какие государства делают шаги в сторону зоофилии? Мне очень интересно. И, наверное, всем тоже. Ну-ка, расскажите список, пожалуйста, адреса явки. Какие государства делают шаги? Внимание, это проблема обнаружена. Так, извините. Хорошо, если мы говорим о педофилии, эти вопросы поднимаются в парламенте, по крайней мере, Дании, поднимались в парламенте Швеции. И уже есть определенные уступки, когда опускается возраст, когда девочка или мальчик могут вступать в сексуальную связь. Это первые шаги, за которые, видимо, последуют следующие. Значит, этим занимались в Дании такие же любители клубничного пиара, как господин Милонов. Мне неизвестно, чтобы эти страны опускали ниже нашего возраст согласия. Значит, вы, я не понимаю, какое там у вас высокое звание будущее без гомосексуализма, да, вы сказали? Да, это общественное движение, действующее не первый год в Российской Федерации. Понятно. Я отвечу на ваш вопрос, но перед этим, я когда ехала сюда, у меня несколько человек попросило, спроси, пожалуйста, у господина Милонова, что такое пропаганда гомосексуализма? Вот вся страна ломает голову. Он ответит, он знает. Пожалуйста, вы можете сформулировать это коротко, чтобы я успела ответить на этот вопрос? Я сейчас должен отвечать? Нет, по сценарию... Я не хочу красть время ваше, это ваше время, для вашего ответа. Ну хорошо, может быть, вы можете ответить. Я готов потом что такое пропаганда гомосексуализма, чтобы я потом вам ответила на ваши все вопросы. А знаете, что это такое? Извините, пожалуйста, это телефон в школе в одной из скандинавских стран, где висит такое объявление вместе с этим телефоном. Если ты почувствовал, что тебя не любят девочки, позвони нашему психологу, он объяснит, что тебе нравятся мальчики. Это 50% опыта вот этого Содомского среди жителей Берлина мужского. Вот что это такое? По поводу объявления вы лжете. Это наша защита. Мы не хотим, мы не хотим, чтобы священника сажали. Вот сама по себе формулировка, если тебя не любят девочки... Если ты чувствуешь, что они не любят девочки, позвони мне Пете. Там написано, там написано, если ты чувствуешь проблемы, которые выражаются в том, что тебе нравятся там не девочки, а мальчики, психологи окажут тебе помощь. Вот все, что... И расскажут, что это хорошо. И не надо лгать. А если ты хочешь украсть, позвони, они скажут. Это клептомания, это тоже норма. Мы не будем отвечать на вопрос. Значит, не может, господин Милонов не может ответить. То есть вы переводите тему на совсем другую и не отвечаете на вопрос. Я просто узнала, что у нас, оказывается, есть такие экзотические организации, как борьба за будущее без гомосексуализма. Я абсолютно с вами согласен. Я абсолютно с вами согласен. Это не экзотические, что есть такие организации, проще Господь распоряжался с ними иначе. Он говорил, Содом и Гамора, до свидания. Ребят, вот... Будущее без гомосексуализма. Минус Содома, минус Гамора. Вот, товарищи, ваши литературные памятники обсуждайте в своем приходе. У меня они другие, да? Договорились? Мы из разных приходов в литературные памятники у нас несколько похожи. Нет, у нас совершенно другое написано в литературном памятнике. А у вас что написано? Поэтому мы будем договорить... У вас возлюби задницу ближнего своего? Нет, я просто не знаю. А у вас, переводя на ваш язык, возлюби какую часть ближнего... Возлюби всего ближнего своего, но ближний должен быть женщиной, если ты мужчина. У меня есть время. У меня есть время ответить этому человеку. Ну, ответьте, но очень быстро. Нет, но на самом деле, когда люди, приступив сюда, занимаются абсолютным словоблудием, связывая проституцию с другими вещами, которые явно преступны, это говорит об их беспомощной позиции. Но я не могу не сказать, что вы, Милонов, являетесь абсолютным позором нашей страны, из-за которого сегодня итальянские города прекратили общаться с Питером. Что ж вы обманываете? Вы... Марья Ивановна, дорогая, это не правда. Милан и еще пять российских... Марья Ивановна, дело в том, что... Я хочу дать справочку. Дело в том, что как раз несколько дней назад город Турин подписал соглашение о партнерстве с Санкт-Петербургом. А в Милане есть один экзотический, извините, вашего, видимо, политического мировоззрения, депутат из радикальной партии, который сделал такое предложение. Ничего подобного не было и быть не может. Ну, хорошо. Есть новости, которые не оскорило ни посольство Италии, ни посольство России. Вы продолжаете являться позором нашей страны. Ну, хорошо. Спасибо. Хорошо. Пока выясним, кто где позор. Обычно на нашей передаче задается первый вопрос, за что вы так не любите Россию, а второй вопрос, не позор ли вы. Вы каждый можете ответить на него сами, а я пока с третейскими судьями выясню, что же здесь происходит. АПЛОДИСМЕНТЫ Той проституции, которая принудительная, которая увлекает наших молодых женщин, которых отправляют за границу, которых насилуют, устраивают субботники. Вот это основное, что они не слышат и не понимают. Нет, вопрос в том, что они говорят, мы против легализации проституции, как будто явление исчезнет, если мы его не легализуем. А если мы его легализуем, это станет преступным. За занятие проституции административная ответственность 2,5 тысячи рублей. Уголовной ответственности нет. Только за вовлечение несовершеннолетних, за занятие проституции. 2,5 тысячи рублей. 2,5 тысячи рублей. Проститутка заплатила 2,5 тысячи рублей и пошла дальше стоять на... И он охватывает часть нашего общества. Если мы легализуем, значит, мы воздаем гипотетическую возможность всему обществу участвовать, быть клиентами этого бизнеса. И увеличение гражданского сознания. Раз каждый, именно каждый человек, каждый человек должен понимать, что он ответственный за своего человека, который находится рядом. Этого тогда не будет происходить. Я знаю огромное количество моих друзей, которые ходят в детские дома, которые занимаются детьми, которые с ними гуляют, которые их кормят. Я знаю, они их потом усыновляют. Коль это не преступно, тогда нужно... Коль оно наказуем, не имеем права за медицинскую помощь обратиться, понимаете? А если оно легализовано, она имеет право обратиться за медицинскую помощь? Нет, она имеет, но она не обязана. А если легализована, то она обязана. Разная медицинская помощь, избита, не только заражена? Нет, там и социальная, и психологическая, и прочая медицинская помощь. И если это будет все под законом, под действием закона, тогда мы говорим о том, что есть четкие критерии. Четкие критерии, ответственности, четкие критерии. Вот если ты пошла и не... На молодежь, которая будет смотреть эту рекламу, как вот сейчас везде у нас есть разные гамбургеры, кока-кола, другая там что-то, и захотят куда-то попробовать просто там, а потом оттуда уже не уйти. Это травма на всю жизнь остается. Огромное количество церквей занимается именно вот такой социальной работой. У нас существует социальная концепция русской православной церкви, если русская православная церковь. Но опять же, есть сложность. Церковь, порой на церковь перелагает те, скажем, проблемы, которые должно государство решать. Мы готовы. Сегодня наш третейский судья, доктор социологических наук Андрей Андреевич Возмитель. Андрей Андреевич, ну поактивнее стали. Намного. Вы начали говорить, что упала планка понимания, что хорошо, что плохо, и вот сейчас борьба за гализацию проституции во многом уже закрепляет падение нравственных устоев в обществе. Совершенно верно. А как народ относится к этому явлению? Ну я думаю, что вот Маша говорила, что она буддистка. И поэтому забудьте понятие греха. Я думаю, что все-таки поскольку 80% населения России крещены в русской православной церкви, то многие очень люди относятся с точки зрения христианской этики и морали. С точки зрения христианской этики и морали это однозначно смертный грех. Единственный путь борьбы с этим грехом это покаяние. Вот такова христианская точка зрения. Я думаю, что очень многие придерживаются именно этой точки зрения. Но как социолог я должен сказать и другую вещь. Что все-таки проституция вот в нашей сегодняшней России она классически демонстрирует это. Прежде всего это системное явление. Что связано с определенным социально-экономическим, социально-политическим строем. Проституция сегодня часть этого строя. Потому что она обслуживает интересы прежде всего людей, которые имеют шальные деньги. А кто имеет шальные деньги у нас? У нас имеет шальные деньги криминал. У нас имеет шальные деньги бизнес криминализированный и полукриминализированный. У нас шальные деньги имеют чиновничество, коррумпированное чиновничество. Вот эти три группы они являются основой поддержки проституции. И очень сильной, материальной поддержки проституции. И поэтому, естественно, мне кажется, что речь должна идти... Вот очень правильно было сказано, что милость к падшим призывала. Да, мы не осуждаем, мы не можем осуждать, как христиане, во всяком случае, вот этих вот женщин. Действительно, там судьбы очень трудные. Но явление осуждать. Но явление надо. Вот конкретно, да, а явление, оно должно совершенно быть однозначно оценивано как негативное. И негативное должно оцениваться, в первую очередь, не просто к этим женщинам, но и по отношению к тем, кто эти услуги обеспечивает, так сказать, кто поддерживает. Вот в этом плане депутатам надо бы подумать, а как все-таки с этим явлением, чтобы оно поменьше стало, да. Но есть интересный опыт, в частности, в Белгороде, где штраф в 5000 рублей. Правильно, это Владыка Белгородская, пишет, вот с нынешней митрополитой Белгородской, хорошо знаю, вот, кстати говоря, да. Это очень умный человек, и у него там полное взаимопонимание с губернатором Савченко. Поэтому там действительно опыт иногда очень важный и приемлемый. Я, в принципе, за такой опыт, за такие санкции. Возможно, что посещение проституции – это несовместимо с государственной службой, я считаю. Хорошая идея. Да. А как побороть это зло предлагают очень разные регионы, мы обсудим буквально через несколько минут. Продолжайте голосовать. Вот я вас слушаю, и мне как-то очень хочется согласиться, сказать, да, действительно, давайте жить так, чтобы не было греха. Вот давайте все сейчас дружно помолимся, и у всех детей появятся родители. Жены не будут изменять мужья, мужья не будут изменять женам. Дети будут ласковыми и вежливыми, исчезнет воровство, ну, не знаю, там, сердюков покаяться. Ну, это все замечательно, и очень бы хотелось, но, с другой стороны, мы же с вами понимаем, что даже если мы скажем, проституции нет, нет, проституция изыди, от этого никуда она не денется. Вы мне тогда скажите, а где та грань, за которой вы остановитесь? То есть сейчас вы говорите, нет, проституцию легализовать нельзя, нет, с ней надо бороться, не с людьми, как вы правильно сказали, а с явлением. А где вы остановитесь? То есть потом мы будем ходить и смотреть, кто изменяет с женой, кто позволил себе в неурочное время заняться любовью, не по православному календарю. Не в той позе? Кто что в ресторане ест, а у народа пост. Где вы остановитесь, где вы скажете, а вот это уже жизнь граждан нас не касается. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, вы правы. Дело в том, что, к сожалению, риторика некоторых людей, она вызывает такие опасения. Я хочу сказать, что мы здесь не для того, чтобы заставить уважаемую Марью Ивановну соблюдать вот сейчас Филиппов пост. Ни в коем случае. Мы просто говорим о том, что есть некие жизненные правила. Эти жизненные правила, они получили подтверждение самой человеческой истории. Есть инстинкт самосохранения общества. Есть иммунная система государства. Вот иммунная система общества говорит о том, что есть вещи, которые нельзя делать. Есть вещи, которые нельзя признавать. Убийство, прелюбодеяние. То есть есть вещи, которые, может быть, не законом, но моралью осуждаемы. И в основе Конституции... В Германии плохое общество и в Голландии? В Германии отличное общество. Но давайте посмотрим, что это за общество сейчас. Конечно, они сейчас пока еще сытно пожевывают баварскую колбаску и запивают пивом прекрасным. Только численность коренного населения падает. А у нас растет. Семьи. Семьи. В Петербурге мы снова стали гордым пятимиллионником. Так вот, численность... Благодаря чему? Благодаря тому, что нас детских садов не хватает. И в них русские и местные дети учатся. Есть, конечно, миграция. И это, знаю, это проблема, кстати, в нашей стране. Вот просто вы так каждый раз это проговариваете, и видно, что вам хочется сказать, ну, колется. Вот хочется колется. Скажите уж прямо, Россия для русских и только для православных. Нет, ни в коем случае. Все остальные нехристи вон из страны. Но вы же все время к этому подпудно ведете. Никогда. Вы подпудно ведете, что вот наш кот, вот мы такие, а их вот понаехало. Да ни в коем случае. Мы говорим о том, что если мы не будем заботиться о гражданах нашей страны, никто другой об этих гражданах не позаботится. Если мы... А проститутки не граждане нашей страны? Если мы будем давать нашим девочкам альтернативу в виде торговли своим телом, то мы... Или что? То мы плохие депутаты, и мы плохие руководители. Но какую альтернативу вы ей даете сейчас? Не торгуясь своим телом, а делая что? Мы обязаны делать... Работая швеей-мотористкой? А знаете, швея-мотористка это тоже человек. Прекрасный человек. И вопрос в том, что мест просто для швея-мотористок, а мало, б, они заняты, как правило, другими девочками. Так вот, давайте мы подумаем о том, как создать... Из других республик. Давайте с Марьей Ивановной, уважаемой, подумаем о том, как в рамках ее движения создать какие-то возможности для трудоустройства молодых девочек. Проблема в том, что надо сочувствовать наоборот. Если бы вы сказали, граждане, отечество опасности, посмотрите, кто идет на панель. Надо сделать все возможное, чтобы этих людей оградить от панели. Вот меры, которые мы предлагаем. И на фоне этих мер, поэтому нельзя легализовать проституцию, потому что мы предлагаем альтернативу, да. А вы пока говорите, поезд стой, раз-два. Так же, как закон, предложенный, как мы выяснили, не вами, а каким-то абсолютным идиотом, притворяющимся местным депутатом, запретить котам топать. Ну, это примерно так же, знаете, давайте запретим котам топать, а женщинам заниматься проституцией. Запретить можно, проституция все равно будет. И наркомания будет, и убийства будут, и насильники будут. О, но не легализовать. Легализовать нельзя. Государство не имеет права признавать зло, называть зло добром. Потому что мы с вами здесь, ну, мы депутаты, мы светофоры. Красный свет, зеленый свет. Красный нельзя. Понятно. Я просто подумал, что у вас обычно много разных партий, и вы не назвали цвет вашей партии, а он такой синий. Так вы же единородцы, он синий. Наш цвет самый большой в этой стране. Вы сейчас о чем? О поддержке. Господи, Господи, вы меня пугаете просто. Самый большой цвет. Такого я еще о цветах не слышал. Фиалки прямо. Так, Марья Ивановна, прекратите ваши буддистские штучки. С вами говорят серьезно, вы вдруг мне еще не верите. Да какой такой грех? Да нет никакого греха. У нас, у буддистов, все без греха. Делайте, что хотите. Марья Ивановна, вы замечательный драматург. Вы пишете о человеческих страстях. Вы прекрасно понимаете, что в стране, где есть культурный код, прийти и сказать, а давайте совершать вещи, которые этот культурный код разрушают, тем более в тот момент, когда на протяжении последних 20 лет, де-факто, проституция воспринимается народом как абсолютно нормальная и законная, но называется по-другому. Называется, ну смотри, какой у тебя простой вариант, симпатичный парень, упади под него, получишь машину, шмотки, продвижение по службе, подойди пококетничай, сделай так, сделай сяк. И даже если она не называется проститутка, у нее просто несколько друзей, которые обеспечивают ей или ему замечательный образ жизни. Это разве не узаконенная проституция, которая прикрывается офисной работой или какой угодно еще. И вот в обществе, где уже нет ни малейшего представления, что хорошо, что плохо, общество, которое больно, общество, где рушится нормальная семья, где безумное количество детей, сирот при живых родителях, о чем вы говорили, больше, чем после Великой Отечественной войны у нас было сирот, в это общество приходите и говорите, вообще забудьте о том, что такое игре. Это нормально. Забудьте. Ведь действительно, вы сейчас скажете, проституция это всего лишь обычная профессия, мы защищаем проституток, и что мы получим на выходе? Мы получаем общество, где де-факто греховная профессия становится нормой. А значит мне стыдно, а значит нормально. Кем вы работаете? Я проститутка. А так они все называются моделями и телеведущими. Но, к счастью, не я. Как вы правильно сказали, винтаж и антиквариат нынче не модны. Начались исповеди. Поняла. Ой, судя. Мария Ивановна, моя исповедь очень проста. Я, к счастью, заработал в своё время столько денег в бизнесе, что могу позволить себе роскошь говорить, что хочу, когда хочу, но нигде хочу. Потому что это зависит от того, кто хочет меня видеть у себя на работе. Но это совсем верно. Я категорически против того, чтобы мы смешивали песни определенной приходской группой с тем, что общество... Апрекратная приходская группа называется «Великая русская культура». Нет, спокойно, в великой русской культуре проституция была всегда... Она не была уважаемой, но она всегда была легализованной и признанной. Но вот эти люди... Ну, осуждаем. В качестве зла. Вот эти люди, якобы с Христом на устах, ненавидят свой народ. Они ненавидят тех, кто получит эпидемию СПИДа. Они ненавидят тех... А как они получат эпидемию СПИДа? Вы мне объясните. Они получат эпидемию в нелегализованной проституции. Мария Ивановна, вы, наверное... Я отвечу, да? Нет, но люди занимаются сексом не только в публичных домах. Совершенно верно. Но по исследованию... И только проституты, конечно, заражаются, что ли? Отвечаю. По исследованиям фонда, который занимается ВИЧ-инфекциями... Какой фонд? Шведский фонд. Какой фонд? Не российский. У вас как-то одни шведы сегодня озвучат. Что с одной стороны... Да потому что в основном они этим занимаются. Ну, не самая лучшая... А в Швеции, кстати, проституция как с ней? Ой, сейчас расскажу, только давайте сначала это. Там мужика штрафуют на деньги. Сейчас объясню, в чем дело. Значит, по статистике этого фонда, порядка 50 сотрудников и сотрудниц службы секс-услуг ВИЧ-инфицированы. И по Питеру, и по Москве. Можете посмотреть эти данные. Шведы у нас это изучают? Значит, изучают это по всему миру. Что касается Швеции. Швеция пошла по очень скользкому пути, штрафуя клиента. С чем это связано? Это связано с тем, что в нейтральных водах плавают корабли с проститутками из СНГ. И шведские женщины, придя к власти, решили наказать своих мужчин. В то время как сами являются главными потребительницами рынка секс-услуг в Турции, в Южной Италии. А это показало исследование Турецкого фонда? Того же. Мария Ивановна, вы меня извините, вы только что обвиняли людей в том, что они являются тайными агентами сексуальной мафии. Но вы все время уходите от простого ясного вопроса. Существует ли моральный и этический код в стране или нет? Вот страна, которая называется Россия. Вот в этой великой стране. Нигде 20 лет говорят, все можно. Раздвигай ноги, получишь все, что хочешь. Продавай себя и своих друзей. Если ты не продала себя вовремя или не прорвалась вовремя, ты не умеешь жить. Главное, деньги, 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 деньги. Хапы. Слушайте, еще раз говорю. Я вам про Фому, вы мне про Ерему. Потому что я хочу добиться ответа про Фому, а вы упорно хотите рассказать про шведского Ерему. Но для этого надо дослушать меня хотя бы раз. Значит, как вы сказали перед этим, проституция в современном виде, значит, неизлечима. Поэтому считайте вы это злом, считайте вы это добром. Она должна быть легализована. Все, что неизлечимо, должно быть легализовано. Слушайте, вот... Нет, нет, ответите. Все, что неизлечимо, должно быть легализовано. Где грань? Ну вот два господина, которые меня спрашивали про грань, спросили, как далеко я зашла бы... Да, как далеко вы зашли бы. Я отвечу вам сразу, потому что, извините, я не успела вам ответить. Кабы я была царицей, я запретила бы курение. Везде вообще есть сигареты, да? Оружие. За хранение оружия не представителям спецслужб я бы давала сразу десятку, чтобы все сразу научились. Я запретила бы пиво, которое сегодня продается. Только живое пиво, потому что народ отравляют. Что касается вашего аспекта, то вот эти вот деятели лучше бы подавали в суд на глянцевые журналы, в котором действительно происходит некая рекламная кампания проституции, без всякой ее легализации. Когда образ девочки, это образ как бы проститутки. Да, то есть по-русски вы сказали так, готова встать на сторону Милонова. Нет. Просто Милонов недостаточно радикален, и я иду еще дальше. Да нет, я не готова встать на родину Милонова. Готовы, готовы. Присоединяемся. И в этой ситуации... Господин Милонов, вы плохо видите, я могу, благодаря моим аналитическим способностям, сделать такой вывод. Вы, судя по всему, плохо видите. Ну, не очень плохо. Не очень, да. Не, по-моему, очень плохо. Вы, наверное, никогда не видели, что в городах, как в Москве, так и в Петербурге, если ты ненадолго оставил машину и подходишь к ней, что будет у вас под дворником? У нас в Петербурге ее эвакуируют. У вас эвакуируют? Да. Да ничего подобного. У вас не эвакуируют. А вам, так же, как и всюду, кладут... А, вы про это? А-а-а. Установили административную ответственность в городе Санкт-Петербурге и штрафуем эти пригодиеры. По-русски это значит, что власть в том или ином виде относится к проституции, как к узаконенному явлению. Потому что все завалено полиграфическими изделиями, в которых рекламируют свои услуги разнообразные девушки. Откройте любую приличную газету. Сауну, сауну, сауну. В стране помыться негде. Массаж, массаж, массаж. Симпатичные студенты и студентки. Это кого мы обманываем? Это вот сейчас, когда мы говорим, что проституция на самом деле нелегальна. А как же они тогда дают телефоны? То есть, де-факто, получается, власть ведет себя еще хуже. То есть, власть, не борясь с этим злом, использует его как вполне откровенный источник гигантских денег. Крышуя, типографии, которые издают, сутенеров, которые это содержат, распространители. Так что же тогда, знаете, любой крестик, любой штанишки, надо вот что-то решиться на что-то. Если мы говорим, что проституция – это зло, боритесь как со злом. А если это все равно бизнес, берите налог. Ну, бизнес, если мы признаем это в качестве бизнеса, значит, мы, скажем, бизнесмены. Раньше вы ходили там с татуировками, теперь вы будете в пиджаках, татуировки будут скрыты. Пожалуйста, вы занимаетесь, проводите рекламные кампании. А они что делают? Так вот. Они делают? В интернет, куда не выйдешь, поток, в машине подошел, лежат. Правильно. По улицам ходят. Правильно. И знаете, я могу сказать, что я депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и мне стыдно, когда я это вижу. Мне, как представителю, пускай определенной ветви власти, мне... А в Москве есть танцы имени Петра Абгаратиони, каждый раз, когда вы приезжаете, вы плачете? Это все звучит, как цитата из замечательного фильма «Мимино». Знаете, я, я, честно сказать, очень редко плачу, я заплакал, когда я попал в центр, за который меня критиковала, уважаемая Мария Ивановна, где девочкам 14-летним делают аборты. И там я заплакал. Я не мог себя сдержать. А не надо было себя сдержать, надо было просто посмотреть, что происходит с моралью в обществе, где, извините, ваши питерские дамочки разнообразные проповедуют как раз развращенность нравов. Так не стыдиться надо, а оборот. Владимир Владимирович, нам, я знаю, одну дамочку... Всякую пену в Москву понапускали, ее теперь выводишь, 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 утюгом аж прижигают, чтобы с телевидения украли. Простите, я хотел бы сказать, что у нас из питерских, из питерских, вот это одно исключение подтверждает правило, что, в принципе, люди-то все хорошие и душевные. Ну, за исключением... Поним, люди все хорошие и душевные, а те, что похуже, вы нам отправляете. Спасибо. Нет, нет, для того, что вы у нас всех забрали, вот в чем проблема. Я согласен, что то, что мы сейчас видим, это позор для нашей власти, это позор для меня. Потому что, значит, я как законодатель, я как депутат, недостаточно эффективно со своей стороны принимаю меры, чтобы это зло ушло с наших улиц. Потому что, если не будет крышевания этого бизнеса, если наши представители, к сожалению, и новой модернизированной полиции не будут следить за этим бизнесом и не будут получать с него деньги, они не смогут развиваться. Знаете, я автор закона, который запрещает раздавать вот эту литературу. Нет, вы меня, простите, я слушаю вот обоих и не понимаю, ну что мы себя обманываем? Ну, де-факто, власть давно легализовала проституцию в России. Ну, давно уже, ну, посмотрите, ну ведь уже невозможно по городам ходить, по нашим. Ну, это же стыдно. Мы же во всем мире воспринимаемся как гигантский бордель. Посмотрите, где находятся главные студии, в которых делаются педофильские фильмы. Извините, в Питере. И с этим злом и то мы не можем побороться. Сколько мы говорим о борьбе с педофилией. И каждый раз слышим о том, что очередной подонок получил либо малый срок, либо его отпустили, либо амнистировали. Но мы стали страной грека. А сейчас вдруг решили высморкаться и сказать, ой, простите, нос уже отвалился, мы все сморкаемся. Согласен. Поэтому наш закон о запрете пропаганды и педофилии, он позволяет вот этих уродов, еще до того, как они изуродовали жизнь мальчика или девочки, сажать в тюрьму. Как? Владимир Владимирович, благодаря нашему закону. Хоть одного посадили? Знаете, я последнего, позавчера мы приняли, жуткий урод, жуткая мразь. К 13-летней девочке приехал. Я сам член общественной организации. Вот посмотрите, какой ему срок дадут? А вот это, конечно, очень сложно, потому что, конечно же, он будет извиваться, он будет врать, говорить, что он ничего не хотел сделать. А судьи в очередной раз будут ничего не видеть, читать характеристики с места работы и давать пару лет условно. Человек 20 в этом году я туда отправил. И если все мы будем это делать, если мы будем неравнодушны, вот тогда эти подонки будут чувствовать себя, как тараканы перед дихлофосом. Пока, я-то не знаю, как себя чувствует Мария Ивановна, как себя чувствует и вы, наши уважаемые секунданты, у меня такое ощущение, что мы подкатились к какой-то черте, за которой уже не будет возврата. То есть мы настолько перестали понимать, как страна, что хорошо, что плохо, что я уже не удивляюсь никаким инициативам, исходящим ни от какой партии. Мы просто сошли с ума. Сейчас прервемся небольшую рекламу, после которой подведем итоги. Мы подошли к кульминации программы, но прежде чем наши уважаемые секунданты, зрители и участники узнают результаты голосования телезрителей, позвольте представить нашего третейского судью, который следил за поединком и секретной комнатой. Это доктор социологических наук, заведующий сектором комплексных исследований образа жизни Института социологии Российской Академии Наук Андрей Андреевич Возмитель. Андрей Андреевич, прошу вас. Александр Исаевич Солженицын в одном из своих последних писем написал, что вместо красного колеса по нынешней России прокатилось желтое колесо, и неизвестно, что страшнее. Одним из приводных ревней этого желтого колеса является проституция, которая связана с целым синдромом уголовно наказуемых деяний. Имеется в виду наркомания, имеется в виду совращение малолетних, педофилия, разглашение коммерческой и государственной тайны, а нередко и государственная измена. Вот отношение к такому явлению, по-моему, должно быть абсолютно однозначным, то есть однозначно негативным. И нам нужно совершенно четко осознать все-таки, что попытка легализовать это явление, она в сегодняшних условиях реальной тотальной коррупции приведет к тому, что, в общем-то, никаких позитивных изменений не будет. А будет ускоренное разложение общества, плюс ускоренное разложение бизнеса и властных структур, которое и так уже у нас зашкаливает. По данным наших репрезентативных исследований, сегодня 67% людей оценивают российское государство как криминальное, и лишь 20% оценивают его как правовое. Легализация проституции только ускорит этот процесс. И получится, как говорил Черномырин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Спасибо, Андрей Андреевич. Ну что же, а вам, дорогие участники, осталось выслушать вердикт телезрителей. По результатам интерактивного голосования с большим перевесом победил Виталий Милонов. КОНЕЦ Продолжение следует...